Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию из серии зимних мушек Нимфочку, которая с превеликим удовольствием работает круглый год Ключок я взял граб-шримп, огрузил латунной головкой приблизительно в районе 2,5-3 мм Отрезал кусочек плоского свинца, чтобы огрузить еще больше нашу нимфочку Ну вот так, в принципе, это хватит Для изготовления нимфы нам понадобится совсем просто минимум тех материалов, которые необходимы для изготовления любой мушки Как я уже говорил, мы будем изготавливать ее из практически тех материалов, которые у нас под руками, под ногами, по остаткам Закрепили нить, я беру где-то порядка 8,0 Крепим у загиба, оставляем Берем теперь с вами Крепим вначале или проволоку, или леску То, что вам будет удобно в данный момент Но я беру вот у меня нихром для спиралей И я его закреплю Будем сегментировать и укреплять наше тело этой проволокой Закрепили почти до самого загиба заходим, немножечко не доходим И здесь же, друзья, закрепим с вами совсем немножечко вот такого Также не доходим Подровняем немножко место крепления нашего свинца, чтобы не было у нас вот этого перепада Совсем-совсем немножечко, сильно нам усердствовать не надо Я взял вот так щепоточку перьев охотничьего фазана И в месте крепления примерим наш хвостик Хвостик должен равняться приблизительно длине нашего тела Вот приблизительно вот так Удерживаем в одном месте Притяжной петлей крепим наш материал Парочкой Вот так, как вы видите Оборотов будут вполне достаточно И уводим нашу нить Колечко Немножечко, совсем немножко капнем Нашего клея И помогая Рукой, пальцем Наматываем тело Изготавливается как стандартная, типичная Нимфа Из пера Фазана Фазантаэл Ну не знаю, насколько В тех вариантах Этот вариант, который вот мы сейчас изготавливаем Работает практически круглый год по любой рыбе Если у вас имеется в наличии Даже светлое перо Индюка Это даже будет еще значительно лучше Потому что По весне, когда мутная вода Довольно-таки Хорошая и заметная наша мушка Придержали Перо И Подхватим его В районе Грудки Вот так Нам хватило Совсем немножечко Ровно столько Чтобы можно было обозначить наше тело Если у вас выйдет несколько больше Пожалуйста, не расстраивайтесь Отрезали остатки Примотали Можем добавить еще немножко клея на место крепления И промотаем Наше перо В обратную сторону От намотки Начинаем Сегментировать нашим Светлым Голографическим Люрексом Не продавливаем Ничего То есть Обозначим Только лишь тот контур Где мы рядом с вами Потом пройдем Нашей проволокой Или леской То, что у вас Будет в наличии Вот Закрепили Подхватили Наш Люрекс Остатки Отрезали И стараемся И стараемся повторить По контуру Рядышком Проходим теперь Нашей проволокой Для того, чтобы Наше тело было Значительно крепче Так как сам по себе Перо фазана Недостаточно крепкое В зубах Наших хищников Вот так Достаточно будет Все Закрепляем теперь Нашу проволочку Остатки Откусим Отломаем Для изготовления Грудки Мне понадобится Любой Даббинг Который У вас есть В наличии Серый Коричневый Черный Как вы Сочтете Нужным Я беру Еще один Пучочек Такой же Перев Можно Чехольчик Изготовить И Из Полиэтилена И Вымеряю То количество Которое Мне Необходимо Для того Чтобы Мне Потом Подвернуть Для моих Лапок Вот Столько Мне Будет Приблизительно Достаточно Как вы Видите Оставляем Вот таким Ершиком Проматываем Теперь Подравнивая Все Перо До Место Место Окончания Если По каким Либо Причинам Вам Недостаточно Вот Как у Меня Маловато Еще Немножко Значит Можно Еще Взять Немножко Взять Пера Немножко Чехольчик Был У нас Достаточно Величины Отрезали Концы И Закрепим Еще Здесь Немножко годится берем обыкновенный в какой вы сочтете нужным дабинг но я допустим хочу использовать вот у меня имеется вот такой слегка рыжий красный цвет хороший блестящий совсем немножечко для того чтобы нам обозначить грудь для того чтобы не мотать нам очень много дабинга который у нас имеется в наличии мы возьмем промотаем грудку слегка с другим дабина я беру дабинг серого цвета из подшерстка любимого кота и совсем немножечко добавляя его на нить и сформируем хорошую жирненькую грудку если у вас дабинга повторяю какого-либо блестящего нет этим можно и ограничиться используя вот этот дабинг который я сейчас нанес но несколько сделать его пышнее берем теперь наш блестящий голографический дабинг совсем-совсем немножечко намотать можно также из остатков пера павлина то что вы сочтете необходимым так для себя и изготовить и доводим до нашего колечка берем наш чехольчик и наклоняем в сторону колечка формируем грудку до конца сделали пару оборотов будет достаточно уводим сторону назад вот так еще наши бородки и остаток отрезаем аккуратно так чтобы не подхватить основное наше перо удалили у нас должно выйти вот такая симпатичная конструкция берем делим приблизительно пополам наши бородки и удерживая руками по бокам направляем их слегка вниз и в сторону чтобы и они имели у нас вот такой вид симпатичный и теперь возьмем совсем немножечко еще нашего блестящего дабина совсем совсем немножечко нанесем на нить и чтобы не составлять здесь один большой ком материалов нанесу пару капель клея на нить и сделаю завершающий узел и еще один кольцово кровь зажимы и теперь все еще разных элит и выгон как раз Как вы видите, незатейливая наша нимфочка, вот такая очень привлекательная, готова к рыбалке. В данном исполнении хорошо реагируют карась и окунь. Если вы хотите несколько отсеять рыбу, можно ставить красную, черную, но на белую уже мною замечено, очень хорошо реагирует карась. Нам остается только лишь вскрыть лаком сверху наш чехольчик, чтобы он у нас был покрепче. И наша вот такая мушка, нимфочка, готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...